Детективы Улики Ну и в конце концов Где схватка главного героя И антагониста пенали Ну какие антагонисты Какие ложные подозреваемые Ну что вы несете Вы что Меня реально работающего оперативника Будете профессию учить Константин Читателю неинтересны документальные расследования Он хочет Агату Кристину Или хотя бы Бориса Акунина А ваш подход к написанию детектива Простите меня пожалуйста Это какая-то профессиональная деформация Вер, а Степлер не у тебя красный Да это у вас профессиональная Деформация в головах Тарипицын Что у вас такой странный псевдоним Тарипицын Или это ваша реальная фамилия Слушайте, отстаньте вы от моей фамилии Это древняя достойная фамилия На Вы печатать меня будете, Лен? Константин Здравствуйте, Верочка Это вам Павел Добрый день Добрый день Здравствуйте Юлечка Это вам небольшой презент Что бы не стоило беспокоиться Я принес свой очередной опус Но если хотите, могу завтра занести Завтра не получится Я сегодня ухожу в отпуск Но я возьму его с собой С удовольствием прочту И вам все напишу Превосходно Буду ждать Верочка Хорошего вам отдыха И спасибо вам большое за книгу До свидания Пока До свидания А, Юля, и напишите мне, как вам торт Обязательно До свидания Ваш коллега, кстати И пишет такие милые детские рассказы Вы напечатаете мои книгу или нет? Константин Это не от меня зависит Но, честно говоря, вряд ли Существует определенный детективный формат Я в следующий раз тысячу штук таких принесу Может, тогда закрутится? Да, Вера? Вам просто надо поработать над текстом Все, до свидания Форматный вы мой Фух Я думала, он никогда не уйдет Ну, нудный такой Рабочий день закончен И не жалко тебе отпуск на дачу тратить Поехала бы куда-нибудь на море Море, белый песок, загорелые мужчины Просто у тебя никогда не было дач Юлька, пока Всем счастливо оставаться Пока-пока Пока Море, море Субтитры подогнал «Симон» Вер, давай в следующем году ты сама уже То тяжело стало Так далеко Выезжать Конечно, дядя Миш Если бы я знала, что он тяжелый Я бы в этом году сама Да нет, я не в претензии Автомобиль Сама видишь Сбоит Дядя Миш, осторожней Что, дорогое что-то? Чудо техники Потом покажу А Штерн что, себе новый забор поставил? Не только забор Внутри уже ремонт вовсю идет Полным ходом А ты что, не застала в прошлом году Начало этого дела? Нет Там мадам всем руководит Да, думал Думал, бригадирша А оказалась жена Жена? О, как интересно А мне ничего не сказал Женился, Саша Ну что, можно уже чудо техники-то посмотреть? Ну, сейчас разгрузимся и покажу Ну, ладно Ох ты Красота Сейчас я еще Опа Вообще Теперь поумский номер Вообще Верандик Привет Привет, сосед Я смотрю, ты там обновочкой обзавелась Да Ну, не знаю Все равно украдут Каждый год одно и то же Да ладно, может обойдется Я, кстати, тебе скачала концерт Гальтермана Правда? Только надо нас что-то перекинуть Ну что ж, раз такое дело пойду Принесу на что Опа Вот это клевая вещь Надо себе такую приобрести Опа Во-первых, удобно С места не надо сходить Не меняешь позицию И потом Поясница не так напрягается Здорово! Ну да Я в прошлом году намучилась Постоянно поясница болела Ты что, с ума сошла? Болела? Как так? Ты забыла, что у тебя сосед? О, степат! Да неудобно как-то Неудобно Все удобно Перестань Давай Не стесняйся Заходи По-соседски я тебя вылечу Ты пояску-то принес? Да Держи Ну вот тут должно все уместиться Розовая Ну это я у своячницы позаимствовал Своячница это сестра жены Жены Да Вот такое событие у меня в жизни Верочка Знаешь, как-то Не получилось устроить Личное Светлое Одиночество Ну да ладно Пожалуй-ка я Еще одно Можно? Нужно Глазки береги Обалдеть Глазки береги Глазки береги Глазки береги Субтитры подогнал «Симон» 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 Лара! Лара, постой. Ты что, не понимаешь, что ты меня позоришь перед людьми, которых я знаю почти двадцать лет? Я? Да. А что я такого сделала? Ну, ты даже не помнишь. Ну, выпили, поболтали. Да всё же было весело. Ну, да. Поволтали, повеселили. Всё хорошо. Посмотри на тебя. Во что ты одета? Это же чёрт и что! Да пошёл ты! Постой! Постой, я сказал! Лара, нам нужно серьёзно поговорить. Поговорить? Да. Ну, давай говори. Вот завтра, когда ты проспишься, мы с тобой поговорим. Вот сядем и серьёзно обо всём поговорим. А сейчас спинья когда? Вот господи, а! Саша! О, Верандик, привет! Привет! Чего это? Спина болит? Давай сегодня вечером, а? Нет, не спина. У меня сарай вскрыли. И дровакол украли, как ты говорил. Скотина. Кто? Ты знаешь, кто украл? Ну, так, догадываюсь. Ладно, Вер, ты пока в это дело не суйся, я тут свои дела подразгребу, потом разберусь. Ну, всё. Ты какой-то мрачный. А чего веселиться, когда тебя убить хотят? Ладно, всё. До вечера. Что? Алло, Верочка. Рад слышать. Как отдыхается? Да так себе. Вы можете меня ещё проконсультировать? А что же у вас было в прошлый раз? Убийца оставил отпечаток пальца на ягодице жертвы. Нет, тут всё проще. Ну, в общем, задачка такая. У одного персонажа всё время воруют инструменты из сарая. Стоит что-то купить, как ломают замок и уносят. Как поймать вора? Так, а это за городом происходит? Да, в дачном посёлке. А это не вы часом тот самый персонаж? Нет, не я, конечно. Это сюжет-книга что-то вроде Лукинского. Помните, он про участкового Аниськина снимал? Ну, хорошо, позвоните мне завтра, я подумаю. Спасибо. До свидания. Может помочь? Здравствуйте. Здравствуйте. Меня Лариса зовут. Я соседка ваша, Сашина жена. А, а я Вера. Очень приятно. Очень приятно. Ну что ж, такие дрова лучше колонном колоть. А под топор лучше поменьше. И топор под углом ставить, так, чтобы не застряли. Может, вам принести что-нибудь переодеться? Нет, что вы, это дачная. Так. Ух ты. А вам дрова для чего нужны? Для бани. Для бани? Так у нас есть. Пойдемте, дамчем учиться. Вот. Как-то так. А здесь, на этой стене, хочу повесить еще резовые панели. Дубовые. Здорово. А вы это все сами придумали или кого-то нанимали? Я сама, я раньше занималась дизайном квартир, а здесь я контролировала рабочих. Да, Лариса у нас любит все сама контролировать. Привет, Саша. Привет. Да, я люблю во всем порядок. И что в этом плохого? Ничего. Ну, если это превращается в манию… Мания – это видеть заговор кругом. А. А кто это играет? Это Зоя, моя сестра. Пойдем, пойдемте познакомлю. Заодно я дома покажу. Осторожней. Вера, давай на «ты». Соседки все-таки. Давай. Здесь у нас ремонт. Да не обращай внимания. Пойдем. Познакомься. Это Вера, наша соседка. Здравствуйте, Зоя. Если я не ошибаюсь, это же Гультерман? «Четвертый концерт». Разбирайтесь в музыке. Так, немного. Зояка лучше в консерватории была. Я, наверное, вам мешаю по вечерам. О нет, что вы, это очень красиво. Спасибо. Ну вот и замечательно, у вас будет о чем поговорить. Я просто в музыке не бум-бум. Кстати, смотри, я в этой комнате увеличила окно. Сразу больше света стало, правда? Пойдем, я тебе дальше покажу. Верандик. Помочь или сама справиться? Да, муж, все. Спасибо. Да вон Лариса идет. А, хорошо. Саша, тебя? Твой адвокат? Жарков. Чуть про него не забыл. Да, Артур? Держи. Да, конечно, все в силе. Спасибо. А что это? Да ладно, два уколчика в копчика будешь прыгать у меня. Как кузнецик. Саш, что там? Жарков, надо блокаду ему сделать, а то три дня уже страдает. Я сейчас. Ясно. Ну, покатили? Да. Давай помогу. Не, не надо. Вера. Здравствуйте. Слушаю вас. Я, извините, к вам заехал. Извините. Вы принесите заявление еще разочек. Вора мы поймаем. И вообще, давайте конфликт загладим по стаканчику. В каком магазине-то конфисковали? Это я не конфисковал. Сам купил на свои. Французское, хорошее. А что это вы вдруг решили извиняться? Я же говорю, неловко как-то себя чувствовать стал, что… Вы из-за своего романа, как я же сказала, не напечатают. И нечего присмыкаться. Вера. А цветочки своей жене подарите. Вера, да не из-за романа я. Вино хотя бы возьмите. Хорошее же вино. Лариса. 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 Что случилось? Лариса. Лариса. Мне кажется, он умер, Вера. Кто? Саша. Он там лежит. Саша. Лариса. 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 Вы скорую вызвали? Да. ЛАС. Останешься здесь, никого не пускай. Костя, привет. 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 Так, что у вас? Остросердечное похоже, синюшные губы, пена у рта засохшая. Он никогда не жаловался на сердце. Пиджак. Так. Послушайте, мне надо с вами поговорить. Ну, что еще? Это очень важно. У вас все важно. Прошу вас на одну минуту. Нет времени. Пойдемте. Я разговаривала с ним накануне. Он сказал, что его хотят убить. Ну, конечно, мафия страшная и ужасная. Вань, что ты стоишь? Зови понятых. Стоит он. Вам что, все шуточки? Человека убили. Слушайте, вы ерунду не говорите. Тогда и шуток никаких не будет. Скажите, ваш муж был диабетиком? Да. Вот видите, рецепт на инсулин. Я что, по-вашему, все это выдумала? Отойдите. Откуда я знаю, выдумали вы или нет? Вы же в редакции работаете. Фантазия у вас богатая. Может, что-нибудь и придумали. Так, оформляем его. Держи кошелек. Дату и число поставь обязательно. Каждый раз не ставишь. Зоя. Зоя. Успокойся. Зоя. Тсс. Зоя. Господи, Боже. Пей. Пей. Музыку любил. Чувствовал. Тсс. За что они его? За что он хороший был? Кто они? Они его все. У тебя они его. Убили. Тсс. Вызывай труповозку, а я за документами. Понял? Не спим, морг. Не спим. Берем трубку. Чувствовал. Зачем вы подкрадываетесь? А чем вы здесь заняты? Вот бутылка коньяка, полупустая. Так, и что? Ну, вы же сказали, что он диабетик. Кто, по-вашему, мог ее выпить? Откуда я знаю? Ну, допустим, жена выпил. Допустим. Надо проверить содержимое бутылки. Я надеюсь, вы угомонитесь, если я проверю. Коньяк ни при чем. Или провоцирующий фактор. То есть вы вот так вот быстро проверили? Послушайте, я в своей жизни коньяк несколько распил, запах помню. Уж поверьте. То есть вы думаете, что никто ничего не мог туда подсыпать? Вы когда-нибудь умеете со своими теориями или нет? Существуют яды, которые не оставляют ни следа, ни запаха. Об этом написано очень много литературы. И смерть выглядит от них, как от сердечного приступа. Хорошо. Давайте мы проверим камеру. Давайте. Вот он приехал. Идет в дом. Да. Вот он вышел с бутылкой. Идет к беседке. А вот он выходит из беседки. Ну? Ну, убедились, что никто к нему не заходил? Ну, он же зашел туда. И вышел. На этой родственной ноте тыщик любителей отправляет спать. Если что, звоните. Трепица. Трепица. Повел вон на дежурстве. Очень хорошо. Я к вам подъеду через полтора часа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Павел, здравствуйте. Верочка, здравствуйте. Проходите. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВУК Вот она. Мне кажется, в ней яд. И мы отравили одного очень хорошего человека. Хорошо. Я отправлю на проверку. Но если там ничего нет, об этом будете знать только вы и я. Хорошо. Это может занять какое-то время. Может быть, мы пока поужинаем где-нибудь? У меня есть мужчина. Простите, Павел. Я, пожалуй, пойду. Мужик у нее есть. Вот дура. Лариса! Зоя! Да, здесь. Мы наверху здесь. Поднимайся, Вер. Как дела? Забавно. Мне что-то говорят, спрашивают, а я не понимаю. Знаешь, как будто не слышу. Переспрашиваю раз по пять. У меня так было, когда папу хоронила. Что дальше делать будешь? Дальше надо искать работу. Какие-то новые проекты, не знаю, забросила все после свадьбы. Дом надо содержать теперь самой. Но Саша вроде неплохо зарабатывал. А как вы вообще с Сашей познакомились? А нам Зоя помогла. Она в аварию попала. Потом все эти операции, больницы, вся эта суета. Нам посоветовали хорошего остеопата. Сашу. Я стала к нему Зойку возить. В общем, закрутилась, поженились. Сюда переехали. Зойку взяли сюда. Он говорил, что у нее есть шанс. Я думала, он никогда не женится. Так давно один жил? Созрел. Что у тебя с твоим ментом? Ничего. А что? Да нет, просто разговаривайте, как будто пар после ссоры. Простите. Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Павел. Я вас поздравляю. Вот, смотрите. Это выборенная осадка. И что? В конеке действительно был яд. А он мог вызвать сердечную недостаточность? Конечно, это же яд. Но надо проверять. А где такое можно достать? Я не знаю. Это какая-то неизвестная мне смесь. Яд попал в бутылку не в чистом виде. Вы не могли бы прислать мне копию результатов на почту? Вера, только вы, пожалуйста, никому не говорите, что я вам их дал. Потому что мне их еще в полицию передавать. Нет, конечно, конечно. Делайте все, что нужно. Спасибо. Алло, Константин? Да, я. Здравствуйте, это Вера. Узнали? А нам надо увидеться. Вас понял, я в отделении. Приезжайте. Ага, хорошо. Да. Сидите. Это был яд. Вот отчет криминалиста. Но вы даете. Стащили вещдок с места преступления? Я стащила? Да если бы не я, вы вообще его больше никогда не увидели. Этот отчет направлен вашему начальству. Надеюсь, что оно напомнит вам о ваших обязанностях. До свидания. Саша был замечательным, искренним, настоящим человеком. Тут же сыр остался. Каждому из присутствующих здесь он помог, вылечил, поддержал. Саша первым приходил на помощь. Не ждал просьб или жалоб. Любой пациент уходил от него с предсветленной душой. Друзья, ушел в иной мир, самый лучший из нас. Ушел раньше времени, и мы все глубоко скорбим. Покойный Саша всем нам был опорой. Вера, Вера. Его доброе сердце и широкая душа всегда были распахнуты. Это был интеллигентнейший, знающий, достойнейший человек. Таких людей крайне мало. Мы с ним через многое прошли. Если бы не Саша, я не знаю, что... Вера, нам надо объединить наши усилия для раскрытия этого давления. Я не шучу, человек умер. Ах, вот как вы заговорили. Короче, мне нужна ваша помощь. Вы что, втерлись ко всем доверие, если бы могли узнать, какой... Вы хотите, чтобы я стала вашим осведомителем? Я? Я хочу, чтобы вы были моим напарником. Хорошо. Какие у вас версии? Версия очевидная. Убийца, жена. Во всех детективах всегда самый очевидный подозреваемый невиновен. Надо искать среди друзей, партнеров, знакомых. В реальности все не так. Это у вас в детективах так. А в реальности самый частый виновник домашних отравлений – женщина. Вы жена-ненавистник? С чего это вдруг? Ладно. Давайте так. Если это не она, вы признаете, что ничего не понимаете в детективах. А если это она? В таком случае, ваша редакция меня печатает. А? Хорошо, договорились. Отлично. Сейчас хороший момент, все собрались. Давайте всех опросим. И после этого обмениваемся информацией. Хорошо. Кто из них Жарков? Он стоит в клеченом пиджаке с фоторамкой в руках. Играет музыка. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну? Вы пробуете, Шалам? Нет, спасибо. Ну, рассказывайте. Сначала вы. Хитрая. Жарков рассказал, что Штерн хотел развестись с Ларисой. А так ничего особенного. Вот черт. Ну да, мы в этом роли. Что у вас? Вы помните, куда поехал Штерн? К адвокату, и что? Он сказал, что он поехал его лечить. После этого он вернулся. Диабетик Штерн взял бутылку коньяка и пошел в беседку пить его. Ну, я вас понял. То есть вы имеете в виду, что он что-то такое узнал, от чего решил напиться? Очевидно. А, Жарков таким образом ему что-то подсыпал в коньяк и спровоцировал Штерн на то, чтобы тот выпил. Элементарно, Ватсу. Литя Турщина, и вы такой за правое ухо. Бред собачий. Ну, хорошо. У вас, наверное, есть другие версии. Но только ни у одного из соседей на момент смерти нет алиби. Да, кстати, даже у меня. И единственный, кто попытался намекнуть на то, что между супругами были проблемы. Кто? Ларис, у Саши были враги? Не знаю. Может быть. Хотя, какие враги у массажиста? Да. Ну, например, Жарков. Адвокат. Которому он поехал в тот вечер. Он же не просто пациент. Пациент и друг. Саша ему помог в свое время, поставил на ноги. А теперь Артур мне помогает. А как помогает? Хлопоты по наследству. Простите. Да. Простите, я сейчас не могу говорить. Нет. Деньги я найду. Мне просто нужно немного больше времени. Спасибо, я перезвоню. Лариса. Лариса. В каких отношениях вы были с своим мужем? В нормальных. В нормальных. А вы шагались? Не чаще, чем другие. То есть вы не боялись, что Штерн вас бросит? А должна была? А что, кто-то говорил про развод? Артур Жарков, ваш адвокат. Именно поэтому Штерн к нему ездил, так как собирался с вами развестись. Вы же понимали, что в случае развода вы можете остаться ни с чем без этого великолепного дома. Послушайте, я Сашу любила, но в случае развода мне достался бы этот прекрасный дом, этот участок, а Саша, его московская квартира, машина, все остальное. Это была его инициатива. А бумаги есть на Дом и Землю? Вы меня в чем-то подозреваете? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Слушайте, говорите прямо, не молчите. Я прошу вас показать мне документы. Да ради бога. Зоя, а как ты думаешь, почему Саша хотел развестись с Ларисой? Не знаю. Может быть, они были слишком разные. Вот в этом вся Лара. Кайт, лыжи, виндсерфинг, байдарки. А Саша из дома только по делам выезжал. Так здесь. Раз в жизни Лара уговорила его отправиться в поход, так это был подвиг с его стороны. Слава богу, все хорошо кончилось. А как дома этим было? Недавно, месяца два назад. Там что-то случилось? И? Сейчас позову. Точно. Спасибо большое. Костя, пойдемте, вас зовут. Да, извините. Это Лариса из банка звонила. Похоже, у нее долги. Идемте, разузнаем. А она принесла вам все, что вы хотели. После. Субтитры создавал DimaTorzok Идемте, Ife, как вы, как говорите. Дома-дома. Идемте, разузнаем. Идемте, разузнаем. Все-таки надо было попрощаться. Как-то неудобно получилось. Так, походу, было два месяца тому назад. Да. Жалко, не успели ничего разузнать. Но для этого надо было вернуться в дом. А что вы такой довольный? Я? Да так просто. Радуюсь, какой у меня сообразительный и очаровательный напарник. Не подлизывайтесь. Все равно у вас плохой роман. Ну, плохой так плохой. Я уж другое замыслил. Скажите мне, пожалуйста, мы точно с вами нигде не виделись. Я имею в виду до издательства. Вряд ли. Такую хитрую физиономию я бы точно запомнила. По Ларисе Штерн информации в базе данных нет. В таком случае, гляньте на Александре Евгеньевича Штерна. Угу. У Александра Евгеньевича кредит под залог загородной недвижимости 12 миллионов рублей. Ничего себе. Он должен банку 12 миллионов? Нет, у него почти все выплачено. Причем сразу. Висит небольшой долг с процентами примерно около 100 тысяч. А супруга может это оплатить? Конечно. Хотя, подождите, подождите. Просрочка уже более четырех лет. Иск уже в суде. Он не платил четыре года? Странно. Простите, а у вас указано, что Александр Штерн умер? И еще банк должен был приостановить иск до того, как вдова вступит. Права на следствие? Да. Я сейчас проверю. Я не вижу от нее заявления о приостановке. Но, может быть, еще не зарегистрировали? У юрист консульта спросите. А где его кабинет? Дальше по коридору, по лестнице на следующий этаж, вторая дверь налево. Артур Александрович Жарков. Извините, как? Вот смотрите, у Штерна были деньги. Почему он не платил? То есть, если Лариса проиграет суд, то банк их просто спишет. Почему? Она все получит. Но если банк отсудит дом, выстрелю на торги. В таком случае она вернет дом уже не за сто тысяч, а по рыночной стоимости. Все. Но, может, теперь вы перестанете ее подозревать? Не перестану, потому что она узнала об оглянке на бойке только после смерти моря. Артур! Здравствуйте. Вы, оказывается, здесь работаете? А вы, оказывается, тоже вместе работаете. Я так и знал. А, то есть, вы поэтому распространяете информацию об их разводе? Или потому что у вас не талибе? Лариса нашла себе хорошего помощника, чтобы судиться с банком. Признаваться будете? Куда вы дели заявление о приостановке судебного иска? Тихо. Ну, я прошу, не надо так громко. Я вам все объясню, только не здесь. Я не могу разговаривать на эту тему в офисе. Давайте встретимся, ну, после работы, часа через три, в ресторанчике напротив офиса. Это не он. Почему? Потому что это подозреваемый ваш, вы на него нацелились. Он трус и мошенник, но никак не убийца. Не убийца? Нет. Жарков хочет, чтобы дом отошел к банку. А через банк ему. И что, для этого он заставил его взять деньги в банке, когда тот решил рассчитаться, убил? Да. Бред собачке. Хорошо. Если он убежит, я была права. А если нет? Павел, здравствуйте. Ой, спасибо вам огромное. Вы даже можете подвезти? Нет, я сейчас как раз в Москве. А, сейчас, секунду. Костя, вы можете мне кофе взять? Без сахара. Да, Павел. Так что, все детство в Акчурово прошло. А вы? А я всегда жил в центральной районной усадьбе. В вашей окрестной деревне мы ездили только либо к девчонкам, либо драться. А, еще яблоки воровать ходили. Мы тоже. А мы однажды залезли к Штеннам. Хотя не понимаю, зачем надо было залезать. У нас родители дружили. Заходи и срывай. Ну, так же неинтересно. Ну, да. А потом вы вылезли на улицу с полными майками яблок, а проходящие мимо пацаны у вас их отняли. Так это... так это... Вы, негодяй! Я извиняюсь. Вы же мне тогда щелбан дали. Сопротивляться не нужно было. Мне, может, прочим, тоже от отца так досталось за эти яблоки. Не по делам. Ну, и на ты. Да, Павел. А вы уже подъехали, да? Вера, добрый день. Я на месте. А вы где? Это приматывайте скотчем к стене. А шнур крепите к двери. Понятно? Да. Хотите, могу на месте показать. Я думаю, разберемся, потому что диплом инженера не нужен. Правильно? Милая, дорогая, у нас же с тобой план на вечер. Это не Горик? Павел. Константин. Очень приятно. Не думал, что мы с вами познакомимся. Да, для меня тоже это приятная неожиданность. Это вам. Вера, звоните, если что-то понадобится. Спасибо большое. Всего доброго. Всего. До свидания. Умный парень. Быстро швинтил. Костя, ты? Черт, адвокат уходит. Ты была права. Артур, куда же вы? Так у нас встреча через полтора часа. Я так, на пять минут. Никаких пять минут. Скажите, пожалуйста, сколько вы сэкономите денег, если купите дом на торгах? Пятнадцать процентов. Какие пятнадцать процентов? О чем вы? Что вы себе позволяете? А что вам дороже? Кресло в банке или лицензия адвоката? Вы ничего не докажете. Да? А как вы объясните такой факт? Штерн взял в банке двенадцать миллионов рублей и через неделю их вернул. Ну, надо так и спросить у него. Он умер. Кстати, а почему он не вернул остаток? Он получал от вас регулярно Дезу. А когда просек, вы решили его убить. Не-не-не, вот извините, это нет, извините, нет. Я его не убивал. У вас, к сожалению, нет алиби. Да, но есть мотив. Хорошо, я готов с вами сотрудничать. Но прошу, пусть это остается вот между нами. И вы поможете Ларисе. Я постараюсь. Нет, по-настоящему, честно поможете. Хорошо, я помогу. Валяйте. Короче, у Сашки была просто паранойя. Он все время твердил, что Лариса хочет у него отобрать дом. Вот я ему и помог по-дружески. Мы оформили кредит два месяца назад. И написали, что пять лет назад. Расчет был на то, чтобы довести дело до суда. А суд бы, так сказать, признал брачный договор уловкой. И он был бы расторгнут. Штерн выплатил бы проценты и сохранил дом. Вот. Это была бы гениальная история. Потрясающая, но, к сожалению, он умер. Вот. Но он явно не хотел, чтобы Лариса жила в доме. В его доме. Понимаете. А мне дом всегда нравился. Но я подумал, что могу быть его новым хозяином. Лариса могла знать о ваших планах оспорить дом? Да нет, ну что вы. Я умею держать язык за зубами. В обычных обстоятельствах. Козлов, ты выяснил, что это происходит? Так я могу идти? Валите. Алло. Так ты забрал у них эту карту в вызовах. Молодец. Спасибо. А ты больше не звони. Понял? Вот тебе мой совет. Документы положи в стол. Прошу на ключ. Ключ ко мне в карман. Пока. Ну что я говорил? Штерн решил Ларису кинуть. Она у нас девушка умная. Так что смерть это выход. Лариса ничего не знала. Ну ты же слышал. Его слова против ее. Ну я серьезно. Я тоже не шучу. Кстати, что ты сегодня вечером делаешь? Может мы с тобой отметим воссоединение яблочных воров? У меня поливка. Я помогу. Мы же с тобой партнеры. Напарники. Мы больше, чем напарники. Мы просто напарники. Хорошо. В таком случае я поеду к подозреваемой. Есть о чем поговорить. Ну хорошо. Допустим, что это Лариса. Я сказала допустим. Не торжествуйте. Надо сейчас просто приехать домой и с ней сесть. И обо всем. Нет. Будем общаться исключительно в отделении. Почему? Потому что Лариса вполне возможно уже пыталась убить своего мужа. Тогда в походе. Кстати, вам спасибо за наводку. Лариса. Лариса. Привет. Привет. Лариса, только не волнуйся. Я уверена, что все разъяснится. Гражданка Штерн, Лариса Аркадьевна, вы должны проехать со мной в отделение для отдачи показаний по делу в убийстве вашего мужа. Как свидетельница. Пока. Опачки. Идемте. Идемте. Я буду присутствовать при разговоре. Большое спасибо. По сторонним находиться на допросе запрещено. Да ты... Вы спятили? Мы же договаривались. Мы с вами договаривались обмениваться информацией, но не мешать работе органов. Больше ничего другого я вам не обещал. Договаривались обмениваться информацией? Да. Я хотела помочь Ларисе. Козел! Надо ее вытаскивать. Да. А как? Надо найти настоящего убийцу. Лариса говорила, что соседи были недовольны разделом участка. Где планы? Дома. Пойдем. Покажешь. Ну что, будем писать? И чистосердечная бумага, ручка. И в чем признаваться? Ну, как в чем? В том, что отравили мужа. Ну, это же неправда. Ну, это же неправда. Какие у вас есть основания, чтобы меня в этом обвинять? Основания есть. Скажите, что произошло на острове, когда вы туда поехали с своим мужем на пикник? Молчите. А я вам расскажу. Так. Значит, это карта вызова в скорой помощи. Вот. 28 мая в 6.15 утра бригада подъехала прямо к берегу реки. Пациент Александр Штерн. Диагноз гипергликемическая кома. То есть кто-то или что-то помешал ему принять инъекцию, ну, порцию инсулина. Вы на острове были вдвоем? Вот. А по показаниям ваших соседей, отношения у вас с мужем были плохие. Соседей зовут Вера. Я вас спрашиваю, что произошло на острове? А на острове произошло то, что мы с ним отмечали годовщину свадьбы. Арендовали лодку. Пошли. И всю дорогу у него то комары, то ветер дует, то печет. В общем, выбесил меня основательно. Я сорвалась, наорала у него. Что с человеком происходит, непонятно. А у него только одно. Ты хочешь моей смерти, я возвращаюсь обратно. Рванулся в лодку. Оттолкнул меня так, что я упала в воду. Я ударилась об лодку. А он испугался, стал меня вытаскивать из воды и извинялся. А потом, когда мы уже выбрались на берег, поняли, что лодку унесло течением. А там осталась сумка и медикаменты все. И инсулин его. Что вы мне впариваете? Он вас оттолкнул, лодка сама отплыла. Может быть, это вы сделали, а? Лариса, может быть, вы отвязали лодку? Да я же говорю, это он хотел вернуться обратно. В таком случае, почему вы не поплыли за лодкой? Так меня Саша не пустил. Он сам поплыл. Потом стал тонуть. Я его еле вытащила. Вы думаете, наврете в три короба, пойдете домой? Так? Я не вру, я правда говорю. Я еще раз спрашиваю, что произошло на острове? Видал все он этот остров. Хотела отношения реанимировать, реанимировала. Муж умирает, а я на берегу с ветками зажженными прыгаю, мокрые доники. От берега к мужу, а от мужа к берегу. Хорошо, хоть рыбаки эти попались. Если бы не они, наверное, сдохли бы там оба, на этом острове. Да, врете вы и не краснеете. Вы нарочно заманили Штерна на этот остров, устроили пикник, отвязали лодку и только случайные рыбаки испортили ваш план. Я это докажу. Да, вот там расхождение с планом. Угу. Похоже, забор метра на два ближе. Да. Ларису задержали. Просят привезти ее вещи. Там Зоя еще теплые штаны положила. Ну, непонятно, на чем спать придется. С Натюсиком? Спасибо. Мне кажется, я знаю, кто его убил. Вера, позабудьте, пожалуйста, о Зоя, пока меня нет, ладно? Конечно. Спасибо. Скажи им, чтобы не переговаривались. Не переговариваться! Почему сами не скажете? Стыдно? Нет, не стыдно. Понятно. Зачем вы ее задержали? У вас на ней вообще ничего нет. Да, нет, посидит. Обдумает, может, что-то и будет. Разрешите, у меня много дел надо идти. У меня есть подозреваемый. Я вас поздравляю. Скажите, Константин, где живет Николай Левинский? Когда-то давно Николай, а может быть, его родители, отхватили метр и два территорию у Штерна. Когда Штерн проверил планы, он возмутился и потребовал вернуть назад. Николай не захотел и отравил соседа. Яд в коньяк, конечно, он добавил. Из перца. Почему нет? Джеймс Хедли Чейз. Гриф Птица Терпеливая. Читали? Читали. А вы в камеры смотрели? Не было там Левинского и нету. Он что, человек-невидимка? Стойте. Смотрите сюда. Эй, вы что тут делаете? Ой, извините, я не признал просто. Здравствуйте. Здравствуйте. гражданин Левинский, вы вечером к Штерну 16-го числа заходили? Ну да. Так он меня сам позвал. Он же говорил, что я у него кусок земли оттягиваю. Ближе к делу. Я говорю, я пришел к нему. Он сидит такой, улыбается такой с коньяком. Ну и ремку за ремкой, хряп-хряп, хряп-хряп. Ну я подсел, мы с ним так хорошо поговорили в этот раз. Ну типа он претензий не имеет, а я говорю, что слова словами надо бы на бумаге зафиксировать. Ну он так же достал этот листок из сумки своей и сразу написал. И где расписка? В доме. Могу принести. Стойте. Достаньте вы от меня. У меня в камере сидит убийца. У меня 48 часов, чтобы подготовить документы. Я не хочу в суде йотом приглядеть. Неужели ты не понимаешь, что ты мне мешаешь? Но не мог я тебя взять на допрос, ты понимаешь? Почему? Потому что такое бывает только в литературе, а в реальности нет. Отпусти Ларису домой. Но под мою ответственность. Я обещаю, она никуда не сбежит. Вера, ты с ума сошла? Ну меня уволят. Ты хоть думаешь, что-то несешь? Отпустить подозреваемого в убийстве на поруки сочувствующей соседке? Ты ж по-моему в редакции работаешь. Тебе такое в детективе напишут. Ты поверишь? Я готова поверить. Даже в твою рукопись. Алло, Артур. Да, это Вера. Вы обещали помочь Ларисе. Что? Ах, вот как. Значит, завтра же ваше начальство. Да, ее задержали. Она в отделении. Суд через 48 часов. Ее надо вытаскивать. КОНЕЦ 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 Зоя! Да. А это ведь твоя? Прости, я только что вспомнила про нее. Да, странно. Я думала, потеряла. Там много музыки. В твоем исполнении? Да, но Саша записывал прямо здесь, на телефон. И качество ужасное. Там еще есть папка «Будущее». Не говори, пожалуйста, Ларисе. Я не знаю, как ей не говорить об этом. Это же ваши билеты? Да, представляешь. Могли бы сейчас сидеть в Венской филармонии. Вы были любовниками? Нет. Что-то. Мы были просто... просто, как тебе объяснить, родственными душами. Мы любили одни и те же книги, одну и ту же музыку. У нас были все интересы общие. Мы были домоседами, любили все это обсуждать, слушать. Вряд ли Лариса сможет это понять. Не рассказывай, пожалуйста. Я не могу этого обещать. Но если об этом узнают в полиции, у Ларисы нет шансов. Муж за стенкой изменяет тебя с сестрой-инвалидом и хочет развестись. И я от этого даже мягко. Муж за стенкой изменяет тебя. Привет. Привет. Покушать есть что-нибудь? Вчерашний борщ будешь? Вчерашний? Ну, еще мясо для шашлыка. О, отлично. А это что? Колун. Колун? Дровакова-то украли. Пойдем. Попросил Рыбаков. Мариганду скорой помощи и ничего. Деви сонных ночи. Коту под хвост. И Жарков меня на суде уничтожил. У тебя какие успехи? Никаких. Понятно. Все же самое, что обидно, что вся ее история подтвердилась. Даже в поликлинике уж его зафиксировала. Мне кажется, я уже тупее от этой усталости. Ты куда? Я пойду мангал потушу. Больше не будешь, я сходю. Я пойду мангал. Я пойду, что он лежит. Я пойду. А я пойду. Заверш Продолжение следует... Просыпайся! Ну быстрее, Костик! Что случилось? Опять в сарай залезли! Быстрее! Ни фига себе! Чё, не совсем борзели? А краска откуда? Пашина ловушка сработала. Пашина? Ну да! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Кость! Пошли. Михаил Николаевич! Может, он перелез через забор и пошел на другой участок, а? Да, может и нет. Кость! Михаил Николаевич, вы здесь? Кость! Кость! Я тут помыться решил? Не отмывается. Вот. Вот, все здесь. Ничего себе. Не губите, а? Верну, все верну. Это болезнь. Увижу хороший инструмент, ничего с собой поделать не могу. Это мой дровакул. Дядь Миш, выставку надо делать из этого всего? Криптомания. Это ведь не кража. Это просто взял на время. На время. Сломал замок статья. Тихо, тихо, тихо. Дядь Миш, ну, пожалей ты его, он обещает все вернуть. Все я не обещаю. Правда, дядь Миш? И от криптомании полечиться. И от криптомании полечиться. Кость, смотри. Дрянь какая. Осторожно. Дядь Миш, ты как-то соседа отравил. Да не я, а это. Я уже говорил, у меня целый мешок украли. Чем докажешь? Я знаю, кто это сделал. Я его видел. То есть ее. Она пришла в своей толстовке, продукт забрала. Вот. А мне пригрозило, что если я кому-то об этом расскажу, она всем скажет, что я вор. Когда это было? Ночью. Ну, месяца два назад. Вот. Два месяца назад. Сразу после похода. Лариса. Все сходится. Стоп. Дядь Миш, простите за бестактный вопрос. А вы хорошо видите? Ну, так... Ночью. Ну, то я, правда, лицо я не разглядел. Но куртку я узнал. И голос Ларисин был. Вроде. 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 Кто-то специально надел такую же куртку. А голос можно подделать. Так было с Пуаро в смерти лорда Эджвера. Верзлоумышленник не рассчитывал, что дядя Миша может его видеть. Поэтому заранее не подготовился. А если дядя Миша говорит неправду? Я? Все. Спокойно. Идем. Дядя Миша, остаешься здесь, никуда не уезжаешь. По первому зову ко мне. Кость! Да? Куда ты идешь? К Штернам. Ты будешь ее задерживать? Разумеется. Да, хорошо. Я согласна. Ее надо задержать. Но у тебя против нее только косвенные улики. Да. Да и что? Жарков тебя в суде опять выставит дураком. Пожалуйста, не кидай мои вещи. Извини. Кость. Ты хочешь ее поймать? Слушай, вчера ночью мы с тобой. Ответь на мой вопрос. Да, очень. Ты читал полицейский, который любил цветы? Чего? Будет, как в книге. Пойдем. Привет. Привет, подруга. Привет. Будешь? Не, я не пью. Зря. Тебе бы помогло. Выглядишь устала. Да. А ты садись. Садись, посиди с нами. Ну? Как там твой следопыт? Да он не мой. Как не мой? Да ладно тебе, не мой. Смысл отнекиваться? Тут все все видят. Наблюдают. Ну что, голубки? Что еще на нашу голову придумали? Ты же не просто так пришла. Выкладывай. Они завтра будут проводить обыск у вас на участке. С собаками. Молодца. А чего раньше не додумались? Ты только мешок с ядом не забудь прихватить. Ну, чтоб наверняка. А что конкретно будет происходить? Ну, они... А конкретно они завтра перекопают нам весь участок к ядре и вене. В поисках мешка с ядом. Там же ДНК. Ну, ведь если бы даже теоретически это была ты, неужели ты бы оставила мешок у себя на участке? Ну, это мы с Набел понимаем. Остальные нет. Веру, тебе пора готовиться к завтрашнему мероприятию. Нам. Ну, что там? Ничего. После твоего ухода взяла бутылку и пошла домой. Актрисы ей надо. Все равно я не верю, что это она. А кто? Ее сестра инвалид? Ты что делаешь? Пол гнилой. И что? Ну, ты не мог место покрепче найти? Нормально. Вер, тебя выдержать, я клянусь. Угу. Если кто-то из нас упадет, лучше, если это будешь ты. Нет, лучше ты. Почему? Ну, я-то тебя спасу. Вот она, наша узница совести. Есть! Неужели это она? Пойди. Вера, ты гений. Так, я за ней, а то она все унитаз еще спустит. А я? А ты тут. Как? А вот так. А вот так. А вот так. А вот так, посмотрим. Тож. Каку-нибудь. Тех. А вот так. Блин, блин, блин. А вот так. Тех. Да, я кормить! Ужарили? Оно? Оно? Эти грибер! Оно? Продолжение следует... Лариса! Зоя! Зоя! Что случилось? А черт! Какая же ты у меня предсказуемая! Зоя, ты чего? Зоя! Зоя, не надо! Черт! 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 Костя! Черт! Черт! Господи, как больно! Коньяк должна была выпить Лариса! Зоя! Зоя, я тебя прошу, не надо! Зоя! Зоя! Зоя, пожалуйста! Зоя! Это тварь, которая его не отпускала! Зоя, не надо! Зоя! Зоя! Это она его убила! Зоя! 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 Пусти! Зоя! Пусти! Никуда не пущу! Пусти! Пусти! Зоя! Зоя! Что ж ты так... Кричисто! А бинокль бы где? Ты потеряла? Эх ты! Зоя хотела отравить сестру, но я-то выпил любовника? Да нет же, они не были любовниками! Девочка жила фантазией, а потом после развода Штерн... И вы ее даже не подозревали? Ну разве законы детектива важнее жизненной правды? Пожалуйста. Возьмите. Одну секундочку, я подойду сейчас. Вера, вы все-таки переспалили, нет? Юрка, ну что за вопрос? Ну Вера, ну ладно, скажи. Я скажу. Можете, я украду ее? Да, пожалуйста. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ты меня тащишь! Тише здесь, тише. Вера. Я тут что вы такое вспомнил? Короче, у меня есть в завалах дельца одно очень интересное. Я уже год не могу в себя прийти. Ты взглянуть не хочешь? Опять напарники? Больше, чем напарники. Субтитры создавал DimaTorzok